19 июня. В Бендерах в первый рейс отправился троллейбус памяти под номером 5А. В день годовщины бендерской трагедии в торжественной обстановке первые лица республики открыли новый маршрут, который соединит два района – Борисовку и Хамутяновку – и станет самым протяженным в городе. На улице 50 лет в ЛКСМ, Крянга и Старого в ходе строительства маршрута была продлена контактная сеть на 1800 метров и были установлены новые электроопоры. Глава города выразил благодарность всем, кто проделал этот колоссальный труд. Белири с ограниченными отличностями также смогут перемещаться по городу. Мы думаем, что это все-таки не был важный вклад в развитие нашего города. Благодарные жители микрорайона отметили, насколько важно открытие нового маршрута. Люди все очень благодарны, что открылась вторая линия, так как на кладбище еще туда тоже очень высоко и далеко. Но теперь расстояние сократилось вдвое. Очень мы благодарны и администрации города, и президенту за заботу о людях. Живу я здесь, конечно, уже с 1968 года. Это получается 50 лет. Были автобусы, было тяжело, везде было загружено, на работу не добраться. Было очень проблемно с дорогами, с транспортом. А сейчас вообще замечательно. Пустили пятерку в троллейбус, а сейчас вторую линию открыли. Вообще отлично. Рядышко, прямо возле дома. Я вышла с троллейбуса, а сразу домой. Ну, как нам, пенсионерам, тяжело на маршрутках ездить. А троллейбус для нас – это подспорье. Удобство нового маршрута и транспорта опробовали не только жители района, но и администрация города и руководство республики, проехав по городу на троллейбусе памяти. Как и 25 лет назад, первыми пассажирами, проехавшими по новому троллейбусному маршруту, станут руководство республики и города Бендеры. И почетные гости. Добрый путь. Добрый путь. Добрый путь. Добрый путь. В дальнейших планах расширить троллейбусную сеть города и запустить кольцевую линию в микрорайоне Солнечный. Добрый путь. Добрый путь. Добрый путь. Добрый путь.